Всем привет! С вами Тория, вы на моем канале. И если вы перешли по этому видео, вы уже знаете его тему и знаете то, что сегодня мы с вами поговорим на тему «Как не потерять веру в себя». Но в первую очередь, конечно же, хочу обратить ваше внимание на сегодняшнюю атмосферу, на сегодняшнюю обстановку. И она такая поздняя, вечерняя. Сразу хочу добавить то, что я не психолог, я не человек, который специализируется в этой теме. Это просто лично мои мысли, мои наблюдения и советы для вас. Ну что, вроде основные начальные моменты мы с вами обговорили, поэтому мы начинаем. Самым первым нашим пунктом, подпунктом, не знаю, как еще назвать, будет то, что вера в каждом из нас первоначально сразу есть. Ну, что я имею в виду? Так это то, что как минимум мы верим, например, в то, что мы проснемся и встанем. Во-вторых, мы верим в то, что вот мы сейчас встанем, поднимемся с кровати и пойдем поедим. Нам нужно поверить в то, что нам нужно как минимум дойти, там, приготовить. То есть нам нужно поверить в себя, нужно поверить в свои действия, чтобы как минимум сделать это. Ну, я думаю, мы так с вами подытожили. Поняли как минимум, что вера в нас с самого начала. А значит, можем переходить к следующему. Следующий наш пункт про то, что нельзя путать уверенность в себе и веру в себя. Потому что это к минимум разные понятия. Да, возможно, они взаимосвязаны, потому что без веры в себя не будет уверенности в себе. Но поймите то, что уверенность в себе, это идет о чем-то более. В том плане то, что вера в себя включает какие-то более низшие понятия. А уверенность в себе это уже про какие-то серьезные намерения. Поэтому важно, чтобы вы не перепутали эти понятия. Давайте возьмем такой жизненный пример. Ну, занялись с вами каким-то серьезным делом. Да, например, человек там захотел серьезно развивать какое-то свое хобби, да. И вот он вроде, знаете, начинает делать. У него все развивается. У него появляется даже мотивация на то, чтобы делать это дальше. И в какой-то момент просто он вроде делает то же самое, а развития совершенно нет. Ну, то есть, вроде вот было, было, было и резко не стало. Тогда у человека возникает вопрос. А что это, собственно, такое? И самое плохое из этого то, что в такой момент у человека может совершенно пропасть мотивация и, разумеется, потеряться вера в себя. Такие факторы, которые будут еще добивать человека окончательно, это, например, то, что он посмотрит на какого-то другого человека, который делает то же самое, что он, занимается тем же самым. А у этого человека получается. В этот самый момент ваш жизненный, в этот самый этап ваш жизненный, самое главное это не сравнивать себя с другими людьми. Как бы сложно это периодически не было, но правда. Не надо. Не делайте этого. Не надо. Почему? Потому что наш мозг работает немножко таким образом, то, что когда у нас не получается, а у кого-то получается, мы начинаем такую линию сравнения себя и этого человека. Почему этого делать нельзя? Первое. Это как минимум то, что мы не этот человек. Ну, не этот мы человек. Это совершенно другой индивид. Это другая личность. Второе. Не нужно думать, что то, что происходит у вас, это то же самое, что и у этого человека. Потому что, как я уже сказала, это другая личность. А это означает, что у этого человека своя жизнь. У него свой путь к тому, что он делает. То есть, у него свои трудности. У него тоже есть какие-то оплошности, о которых мы просто можем не знать. И это означает лишь то, что вот этот переломный момент, он может быть не только у нас. Он и есть и у других. Так что прошу вас, не думайте то, что у всех все всегда так радужно и хорошо, кроме вас. Потому что это неправда. У каждого свои проблемы. У каждого какие-то свои ошибки. Но ошибки они и ошибки, они для того нужны, чтобы на них учиться. Просто мы не понимаем того, что, может, этот человек, он уже прошел через эту ошибку. Может, он уже перешел этот переломный момент, и сейчас он просто идет дальше. Поймите то, что вы не одни такие. И даже эти люди, да что значит даже, да все люди, проходили через эти ошибки и плохие моменты. Мы — это мы. Как бы сейчас это ни звучало супер банально, но это правда. Сколько бы мы не смотрели на этих людей, сколько бы мы не смотрели на эти картиночки из Пинтереста, каких-то успешных людей, мы никогда не будем как они. Это другой человек своей жизнью, своей судьбой. У вас своя. Вы можете восхищаться этим человеком. Вы можете на него равняться. Но таким, как он, вы никогда не будете. И нужно просто принять для себя это как данность. Подражать другому человеку — это никогда, мне кажется, не было способом достижения своих целей. И к тому же такой момент, когда вы решаете там то, что надо делать так же, как этот человек, чтобы у меня это получилось, вы утрачиваете свои личные качества, теряете какую-то свою изюминку и особенность. Следующим нашим пунктом будет то, что в такие моменты просто продолжайте делать так, как делали. Не важно, идет продвижение, не идет. Просто делайте так, как было до этого. Да, у вас могут появляться, знаете, какие-то новые идеи. Новые идеи — это всегда хорошо. Улучшать свой там какой-то контент, улучшать свои навыки — это хорошо. Ну и я думаю, завершающий наш пункт, подытоживающий все вот это вот, будет именно про то, что... Помните, что всегда в конце туннеля цвет. Всегда. После черной полосы всегда начинается белое. После всех самых плохих, ужасных событий всегда начинаются хорошие. И даже если сейчас у вас что-то не получается, даже если сейчас, ну, не идет, например, продвижение вашего дела, это говорит лишь о том, что это такой жизненный этап. И значит, на вашем пути все-таки он должен быть. Но должен он быть для чего-то ведь. Для того, чтобы как-то в будущем именно этот жизненный этап помог вам стать еще более крутым и более классным, продвинутым человеком. И скажу вам честно, может, по секретику, всему светику, в данный момент жизни, вот в данное ближайшее время я поняла то, что это видео тоже и нужно для меня. И вот сейчас тут, сев, поговорив с вами, рассказав вам о своих мыслях, у меня, вот знаете, прям сердце забилось, камень с души, просто гора с плеч. Я очень рада тому, что все так, как надо. Конечно, я очень надеюсь, что этим видео я кому-то из вас смогла помочь, кому-то зарядила хорошим настроением. Или кому-то просто понравилось, как я тут вот сижу и разговариваю на камеру. Как я это всегда люблю говорить. Кому-то просто нравится, что я вот тут сижу и что-то там говорю и говорю. Оставайтесь собой, помните о свете, помните о том, что вы такие одни, уникальные и прекрасные. Ну а с вами была я. Спасибо за просмотр. Пока-пока.